Лариса Кирилла 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 Поэтому можем обсудить и постараться найти варианты решения проблем. Первым на сцену для приветственной речи был приглашен мэр города, который принимал участников бизнес-форума. И Андрею Элксненшу было о чем рассказать гостям. Сложно понимать Латгалию, не живя здесь. Сложно понимать приграничие, не находясь в приграничной зоне. Ведь тогда, когда здесь что-то происходит, для них это какое-то эхо. Для нас же это определенное свидетельство, когда мы видим это воочию. И сегодняшняя задача с нашей стороны была обратить внимание на проблематику Латгалии и, безусловно, показать на необходимость инвестировать в Латгалию, необходимость создавать рабочие места, необходимость развивать образовательную систему, вкладывать в школу, в первую очередь, в образование, а не их закрывать. Безусловно, говорить о качестве, качестве с точки зрения ресурса человеческого, то есть статуса университета Догупилского, допустим, статуса и возможности на благоустройство территории, для того, чтобы людям здесь было бы комфортно, возможности получить качественные медицинские услуги. Ведь самое важное, что у нас есть здесь в Латгалии, это человеческий ресурс. Но этому ресурсу необходима работа, а значит, нужны инвестиции в развитие инфраструктуры. В этом убежден мэр Даугавпилса. С этим согласен и председатель комитета по городскому хозяйству и развитию Даугавпилской городской думы Игорь Алексеев, который, в принципе, и стал родоначальником таких мероприятий в нашем городе. Именно по его инициативе в Даугавпилсе уже дважды проводились бранчи с предпринимателями, на которым приглашал также представителей правительства и сейма Латвии. Моя главная задача, которую я декларировал в Даугавпилском самоуправлении, это создание новых рабочих мест, потому что это напрямую влияет на благосостояние наших горожан и о том, чтобы у нас уменьшить отток жителей именно в Даугавпилсе. Это очень большая проблема, поэтому поддержка предпринимателей, которые создают рабочие места для наших семей в Даугавпилсе, она очень важна. Поэтому два года назад была моя идея сделать бранч с предпринимателями, где за один стол посадить работодателей главных Даугавпилских и тех людей, которые в Риге принимают законы, которые напрямую влияют на жизнеспособность предпринимателей для того, чтобы создавать рабочие места. Плюс ко всему мы, как Даугавпилское самоуправление, создаем площадку для предпринимателей с целью создавать рабочие места, строим сейчас индустриальный парк. Сегодня бранч с предпринимателями вырос до более высокого уровня регионального бизнес-форума, который по личному приглашению Игоря Алексеева посетил также руководитель отдела политических и экономических вопросов посольства Польши в Латвии Лукаш Цудный. Мы хотели бы наладить сотрудничество с латвийскими предпринимателями. Я хотел бы поблагодарить за приглашение Игоря Алексеева поучаствовать в вашем форуме. Я убежден, что мы могли бы наладить тесное сотрудничество с латгальскими предприятиями. И у нас уже налажено некоторое сотрудничество между нашей стороной и латгальским регионом. Это в первую очередь. Но мы хотим привлечь наши компании к более тесному сотрудничеству с Латгальей. И мы приглашаем и латгальские компании инвестировать в польские предприятия. В течение всего дня проходил бизнес-форум, который завершился выездным заседанием латгальской подкомиссии Сейма. По словам участников мероприятия, им действительно удалось обсудить ряд важнейших тем, связанных с развитием региона. И, быть может, благодаря этому будут найдены и решения проблем местных предпринимателей. Пустующие здания, как правило, очень быстро превращаются в аварийные заброшки. Самый лучший вариант для собственника – от них избавиться. То есть продать. Но когда речь идет о заброшенных строениях, сделать это непросто. Именно в такой ситуации сегодня оказалась Екопельская региональная больница, которая никак не может избавиться от целого ряда своих строений. Подробности в сюжете наших коллег из Екопельса. Здания старого туберкулезного отделения Екопельской региональной больницы уже много лет стоят заброшенными. Начиная с 2009 года, они не используются для выполнения функций медицинского учреждения. И в настоящее время этот комплекс строений вызывает для самоуправления только проблемы. Жители Екопельса, которые используют территорию для выгула собак, жалуются, что дорога завалена разбитыми лабораторными пробирками. Об острое стекло могут пораниться как животные, так и люди. Недвижимость на улице артиллерии С-18 принадлежит Екопельской региональной больнице. И нельзя сказать, что эти строения оставлены на самотёк. К сожалению, всё это приходится констатировать, но мы регулярно устанавливаем здесь заградительные конструкции, чтобы люди не могли попасть внутрь помещений. Но по каким-то причинам некоторые элементы продолжают интересоваться тем, что здесь находится. Медучреждения отмечают, что вся мебель и оборудование из помещения давно вывезены, но, учитывая разбитые пробирки, здание будет проверено ещё раз. Если действительно здесь есть какое-то опасное оборудование или что-то из медицинского оборудования, то мы их обязательно вывезем. Недвижимость на улице артиллерии С-18 состоит из земельного участка трёх зданий, здания больницы, столовой гаража. Они построены в 1987 году, и больница уже некоторое время пытается избавиться от этого имущества, продав его. Было проведено несколько аукционов, но безрезультатно. В настоящее время мы заказали новую оценку недвижимости. Она ниже, чем была ранее. Планируем повторить аукцион в ближайшее время. В надежде, что с учётом понижения цены его удастся продать. Начальная цена последнего аукциона составляла 52 тысячи евро. Городской общественный транспорт является одним из популярных средств передвижения среди долгов-пилчан. Во-первых, на трамвае или автобусе зачастую до пункта назначения можно добраться быстрее, чем на машине. А во-вторых, с гибкой системой скидок на билеты в общественном транспорте можно даже сэкономить. Об этом далее. Знаете ли вы, что СЕ «Далгов-Пилсат» и «Ксме» предлагает скидку в размере 100% для определенных категорий пассажиров, а также специальную цену на месячный проездной для пожилых людей? Льготы на проезд установлены согласно обязывающим правилам Далгов-Пилской городской думы номер 7, в связи с которыми бесплатно общественным транспортом города могут пользоваться члены многодетных семей. Лица, получающие долгосрочный уход в Далгов-Пилском центре социального обслуживания пенсионеров. Неработающие ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Неработающие участники войны в Афганистане и родители погибших военнослужащих. Инвалиды третьей группы, ученики городских школ с 1 по 12 класс и учащиеся в профессиональных учебных учреждениях. Политически репрессированные персоны, участники баррикад 1991 года, дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки. СИА Далгов-Пилсатексмы активно работает над обеспечением безопасного и удобного общественного транспорта в городе. Наша цель – заботиться об обеспечении того, чтобы каждый житель нашего города мог пользоваться услугами СИА Далгов-Пилсатексмы. Если вы имеете право на эти льготы, пожалуйста, своевременно подайте необходимые документы, чтобы избежать неудобств и обеспечить постоянное использование льготного проезда. В предприятии обращают внимание, что для различных групп населения действуют разные условия подачи заявления. Например, школьники получают проездное в своем учебном учреждении, а инвалиды третьей группы, участники баррикад 1991 года, должны предъявить соответствующее удостоверение при проезде в общественном транспорте. Для всех остальных групп, чтобы получить снижение стоимости проезда, необходимо заполнить форму заявления В-6 «Снижение стоимости проезда в социальной службе Даугавпилского городского самоуправления». Образец заявления и дополнительную информацию можно найти на сайте социальной службы. Даугавпилсатексмы также предоставляет специальную цену на месячный билет для пенсионеров, задекларированных в Даугавпилсе. Предприятие признает, что интерес пожилых людей к месячным билетам на общественный транспорт продолжает расти. «Статистика показывает, что с марта месяца этого года число тех пожилых людей, которые выбирают приобретать месячные проездные билеты на общественный транспорт, возросло на 50 и более процентов. А это, в свою очередь, говорит нам о том, что это действительно выгодный экономический вариант и свободное перемещение по нашему городу и общественным транспортом». Чтобы приобрести месячный билет по сниженной цене, пожилым людям необходимо предъявить пенсионное удостоверение, которое можно получить в социальной службе Даугавпилса. Специальная цена доступна только для тех, кто задекларирован на административной территории нашего города. Месячный проездной для пенсионеров стоит всего 15 евро и дает возможность неограниченного проезда в течение месяца. Месячные билеты можно приобрести на автовокзале и в кассе Даугавпилс Сатексмы по адресу Астампадсмита Новымбра 183. Месячные билеты на общественный транспорт вы можете купить каждый месяц с 20 числа до 6 числа следующего месяца. Дополнительную информацию можно найти на сайте предприятия www.satexme.daugavpils.lv За 17 лет мастер-кукольник Эспрелли Владлена создала более тысячи кукол, которые сегодня являются жемчужинами многочисленных частных коллекций. И каждый раз новые герои Владлены поражают, восхищают и завораживают. Такие же чувства испытывают и коллеги Владлены, которые, принимая участие в международных конкурсах, осознают, что сегодня ее куклы вне конкуренции. В Прельском царстве кукол побывала съемочная группа Владгальского регионального телевидения. Мифологические и сказочные персонажи, легенды, мистика, куклы, портреты знаменитостей – все это составляет богатство музея Прельского королевства кукол, в котором сегодня проживает около 200 кукол. Все они – это работы знаменитого мастера-кукольника Владлены. Кукла «Дух коралловой планеты» – одна из новых работ мастера, и именно она была признана лучшей куклой в категории фэнтези. На конкурсе организована гильзией профессиональных производителей кукол Америки. Я начала проект «Парад планет». Первой была планета дракона, так как это был год зеленого дракона. Другая – коралловая планета. Каждая планета, человек имеет свой дух. Это дух коралловой планеты – холодный, волшебный. Владлена участвует в конкурсе уже восьмой год и каждый раз занимает первое место. На этот раз кукла была создана за неделю. Оценка сначала идет техническая. На конкурсах оцениваются технические характеристики, а именно как сделаны руки, лицо, насколько чистые пропорции и правильное построение тела. Второй аспект – это глубина работы. Что она включает в себя? Всем очень понравилось. Видимо, каждый представлял что-то свое. Ну и в-третьих, это масштабная работа, множество деталей, кораллы, украшения на голову и волосы, заплетенные в дреды. Все это было сделано вручную. Владлена занимается изготовлением кукол уже 17 лет и у нее никогда не заканчивается идея. Ее уже было создано более тысячи кукол. Большая часть из них находится в различных галереях, музеях, частных коллекциях за рубежом. Что мне в ней больше всего нравится, так это то, что она всегда рассказывает о своих идеях. И когда ей что-то приходит на ум, она не откладывает это, а сразу идет и делает. Владлена уделяет много внимания деталям, мелочам, которые тоже оживляют этих кукол. Я люблю тематические работы, так сказать. Обожаю тематические серийные работы. Например, здесь можно увидеть стимпанк. Мне нравится, что кукла здесь в основном сделана из бытового мусора. Это что у нас есть дома, каждый день. И оно находит свое второе применение. Прельский музей кукол посещает туриста со всего мира. Например, из Австралии, Америки, Бразилии. Туристов всегда поражает скорость создания кукол, мельчайшие детали, которые делают их реалистичными. Также у гостей есть возможность насладиться волшебством самого королевства, нарядившись в старинные придворные костюмы, изготовленные Владленой. Эта кукла изготовлена из обожженной глины. Сделала ее за 3-4 дня. Здесь приклеены только лицо, руки, ноги, все остальное. Текстильный корпус на металлическом каркасе. Самое интересное – это материалы, из которых куклы сделаны. Сама идея и время, за которое ее создал мастер. Обычно, когда люди узнают, сколько времени потребовалось для рождения куклы, они в шоке, потому что куклы создаются довольно быстро. Мастеру-кукольнику Владлене очень нравится, когда у каждой из кукол есть своя эмоция, которая подчеркивает сущность персонажа. Морщинки создают эмоции, потому что, когда смотришь на магазинах кукол Барби, у них умеренные лица, эмоций вообще нет. Здесь же узнаваемые три итальянской комедии – Коломбина, Пьеро, Орликин. Пьеро очень любит Коломбину, но это невзаимно. И логично, что ему будет грустно. Сегодня Владлена планирует завершить начатый проект о параде планет, а также пополнить коллекцию мифов и легенд разных стран. Сентябрь в Дагопелсе – это время международного фестиваля музыки и искусства «Эрстарт». Это время, когда в калейдоскопе творческого разнообразия можно отправиться на концерты, вернисажи, мастер-классы, которые наиболее интересны каждому из нас. Одним из них является открытие нового творческого сезона симфонического оркестра Дагопелс-Синфонетта. В воскресенье, 29 сентября, этот обновленный коллектив музыкантов представит на суд зрителей удивительную новую концертную программу. На генеральной репетиции оркестра побывала и наша съемочная группа. Сентябрь в Дагопелс-Синфонетт Кто сказал, что классическая музыка – это скучно? Вовсе нет. Произведения Шопена, Шубарта, Баха, Моцарта и других великих композиторов бесспорно поднимают настроение и раскрашивают наши серые будни в более яркие краски. Ну а если вы попали на репетицию симфонического оркестра Дагопелс-Синфонетта, то прекрасное настроение вам обеспечено надолго. Ну а мы, пользуясь небольшим перерывом, интересуемся, к чему так активно готовятся музыканты. В воскресенье наш камерный оркестр симфонета Дагопелс начинает свой новый творческий сезон. И будет очень интересный концерт. Мы готовим большую двухчастную программу. В первой части будет вся симфония номер 5 Шуберта. Во второй части наши замечательные латвийские и латгальские солисты. Это и Данис Кутелес, и Сонара Байца. А также будет мировая премьера произведения нашего Дагопелского автора Марина Тимофеевой. Насколько сложно из хаоса создать нечто удивительное? Я очень рад, что мы нашли и уговорили нашего молодого Дагопелского таланта, настоящего профессионала, который около 10 лет уже учится этому симфоническому дирижированию, дирижировать этим оркестром. Я очень рад, что Ренат с нами. Он работает с оркестром, и он поднял оркестр на новый высокий уровень. Дирижер Ренат Свечковский возглавил Дагопелсимфонета еще в прошлом году. Но именно с этой осени, с воскресенья 29 сентября, для него начинается полноценный творческий сезон. Мы работаем, делаем все, что можем. Нам необходимо изучить золотой репертуар оркестра, и общими усилиями нам нужно стремиться только вверх. Здесь, в 105-м такте, мы там, пам, пам, тр-р-р-р, пам. Новый молодой состав оркестра — молодой дирижер. Насколько легко прийти к компромиссу, когда перед тобой сидят практически твои сверстники, а возможно и бывшие однокурсники. На мой взгляд, это не зависит от возраста. Дирижер? Ну, если он дирижер. У нас национальным оркестром руководит Тармо Пелтакоски, дирижер из Сминляндии. Он совершенно молод, ему 24, но ему доверяют даже великовозрастные музыканты. И это нормально. Итак, открытие нового творческого сезона симфонического оркестра Дагопил Синфонета состоится 29 сентября в рамках 13-го музыкального и художественного фестиваля «Дагопил Срастар-2024». Все это произойдет в Большом концертном зале Центра латышской культуры. Начало в 16 часов. Билеты можно приобрести в кассах Дома Единства. И в завершении программы о погоде. В конце этой недели в Латвии ожидается более стремительное падение температуры. А последние два дня сентября будут самыми холодными днями этого месяца. Во многих местах дожди пройдут и выходные, когда умеренный юго-западный ветер станет западным. С приходом более холодного воздуха с севера-запада Европы температура в воскресенье не превысит плюс 12-15 градусов. И в ночь на понедельник она местами может опуститься чуть ниже нуля. В следующей неделе начнется преимущественно сухой и солнечной погодой. Лишь местами пройдут дожди. Ночи станут прохладными. И воздух во многих местах остынет до плюс 2-7 градусов. Возможно, наступят и первые осенние заморозки. Днем воздух останется прохладнее. Во многих местах столбик термометра не превысит отметки плюс 15. На этом все. Всем хорошего вечера. До свидания.